Жаксылык Искаков – почетный гражданин двух областей – Североказахстанской и Павлодарской. Всю жизнь он посвятил работе с людьми, был агрономом, трудился в исполнительных органах, занимался партийной работой. В 90-х вышел на пенсию, но активную деятельность не прекращал. Сейчас он входит в состав Общественного совета Петропавловска. О заслугах и жизненных принципах ветерана труда расскажет Ольга Файзулина. Орден Ленина за трудовую доблесть, за успехи в народном хозяйстве СССР – это лишь немногие награды Жаксылыка Искакова. Первые уроки жизни ему дал отец Габдула. Он советовал не лениться и не брать чужое. Отец у меня хоть неграмотно читал, и Толстого знал, читал, Пушкина читал. И вот он говорит вот так еще. Вот он все рассказывал. И сказки, и все вот так. Поэтому всегда быть порядочным. Никогда не грубить. Не надо стремиться служить народу. Так и этот принцип служить народу был у нас закон. В апреле 54-го Жаксылык Искаков с дипломом агронома отправился на Целину, в район Макжана Жумабаева. Принимал из украинского Луганска 20 добровольцев. Организовал их работу, быт. В областном комитете комсомола североказахстанцы приметили за инициативность и неравнодушие. Работа первым секретарем повлияла на всю его жизнь. Я почему начал? Я говорю с комсомола. Комсомол начинал людьми работать. Не только днем, в рабочем месте. А теперь вечером надо создавать условия. Если не будешь создавать условия планомерные, целенаправленные, отдых, веселье не будешь организовывать, тогда они пойдут куда? В кабак. При нас в комсомоле мы организовали народные дружины, комсомольский патруль. Работа в комсомоле стала основой для продвижения по карьерной лестнице. В 60-х годах, когда четыре района нашей области реорганизовали в один – Тимирязевский, Жексылыка и Скакова назначили председателем райсполкома. Затем перевели в новый Бешкульский район – Сергеевский. Воспоминания Жексылыка и Скакова собраны в книге Валерия Маслова «Яркие страницы жизни». Ветеран труда не любит без инициативных людей. Его жизненный лозунг – кто не горит, тот будет коптить. Чем ближе к людьмам, тем больше ты познаешь нужды народа. В больнице надо ходить, как там лечат, как добирается, что там все. Без этого как? Вечером дома культуры, как организован, как художественная самодеятельность организован, как в библиотеке работаете, если не будешь председателем. Вот Исахан Искаков мне говорит, ты, имей в виду, ты не председатель райисполкома, ты завхоз района. Вот уже 20 лет, как Жексылык и Скаков на заслуженном отдыхе. Много читает книг, прессу. Ветеран труда гордится позитивными переменами в стране. Верит, у Казахстана большое будущее. Он стал свидетелем масштабных изменений и сам сделал вклад в развитие республики. Отметил это и президент страны. В 2012-м, в день своего 80-летия, Жексылык и Скаков получил привестный адрес от Нурсултана Назарбаева. А годом ранее он стал почетным гражданином региона. Такое звание ему дали и в Павлодарской области, где довелось работать. Ольга Файзулина, Казбек Рогбаев, Новости МТРК.